Всем привет, друзья! Это Денис. Он вообще очень крутой гимнаст. Сегодня он вам покажет, как делать стойку на руках. Или даже на одной руке, да? Да, потому что все, что у Артура было до этого на канале, это, короче, такое все баловство детское. Сегодня мы будем прям серьезно подходить к стойке, чтобы ваши кисти не убились в клан, и чтобы у вас была нормальная ровная стоечка, а не такой вот бананец, чтобы она была стабильная. То есть вот вы встали и стоите без проблем. Короче, есть такая проблема у Санька Попова. У него почему-то, он делал стойку, у него болят вот запястья, плечи болят. Из-за чего это может быть вообще? Короче, ребят, смотрите, суставы – это самое главное, что вы должны сохранить, как бы, что должно быть в сохранности в стойке. То есть и это самые легкоповреждаемые элементы. То есть это не столько ваши мышцы, сколько ваши суставы, потому что нагрузка идет большая. Ноги-то у нас привыкли, что мы на ноги стоим, а руки у нас не привыкли держаться под 90 градусов больше, поэтому на них идет очень большая нагрузка в первой. Поэтому, когда вы только начинаете тренировать стойку, вы должны очень внимательно вноситься к своим суставам, кистям, локтям и кличам. То есть это вот три самых основных сустава, на которых падает вся нагрузка. И если вы чувствуете какой-то боль, какой-то дискомфорт, острую боль, если она не проходит, то вы должны обязательно давать очень хороший отдых вашим кистям. То есть отдых, 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 отдых. Вот так вот стоим. Потому что если вы тренируете стойку каждый день, допустим, ваши мышцы не чувствуют подражения, то есть вы можете тренировать ее вообще бесконечно, но очень большая нагрузка идет на суставы. Поэтому вы должны прислушиваться к своему телу, и суставы должны всегда прислушиваться именно к ним. То есть смотри, каждый день нежелательно делать стойку? Поначалу вообще нет. То есть потренировались день, на следующий день смотрим. Если у вас кисти, какие-то болевые ощущения, еще что-то, через боль не надо делать. То есть это не тот элемент, который делается через боль. Давайте перейдем к разминке. Начнем с разминки. Делаем стандартную школьную разминку, все ее знают. То есть вот помимо стандартной школьной разминки, мы должны провести еще дополнительную разминку на основных суставах. То есть предварительно вы делаете основную разминку, мы ее уже сделали, но вы должны ее сделать в течение 10-15 минут. То есть начиная с головы, плечей и так далее. То есть вот как вас учили в школе на физкультуре, примерно так же все и делаем. Давайте сейчас проработаем кисти, Потом мы поднимемся к лотням, потом мы поднимемся к ключам. То есть, что мы делаем с кистями? Первоначально, как вы знаете, у нас кисти выводятся вперед. То есть, когда мы вводимся вперед, у вас вот здесь образуется угол 90 градусов, который непривычный для кистей. То есть, кисти у нас обычно двигаются в более сокращенном диапазоне. Поэтому, что мы делаем? Сначала мы их немножко подрастягиваем, то есть, мы разворачиваем руки на 90 градусов и кладем их полностью на стол. Становимся вот так на коленку, а потом мы плавно назад пытаемся сесть. В то же время, когда вы чувствуете, что у вас кисть начинает отрываться, вы их обратно прижимаете. Держим руки прямыми и стараемся сесть назад максимально. И когда мы садимся, мы чувствуем, что кисть начинает отрываться, мы держим их прижатыми. И вы должны чувствовать натяжение вот здесь, натяжение в предплечье. То есть, мы растягиваем предплечье, чтобы оно у нас не свело, ничего с ним не произошло. Дальше, что мы делаем с локтями? А все в школе учат, что вот такие вот движения делать. Но локоть у нас блочный сустав, поэтому мы делаем не вот эти вот вращающие движения. Потому что нам делаем вращающие движения, у нас разбалтывается сустав. Поэтому мы делаем вот такие вещи, мы опускаем руки вниз и делаем вот такие движения. Только мы их делаем таким быстрым, резким, сокращательным движением. То есть, мы к себе и опускаем. К себе и опускаем. То есть, мы поднимаем, она у нас разворачивается, здесь вниз, мы ее разворачиваем обратно. Вот такими движениями мы делаем. То есть, вот таких вот движений, каких-то вращательных не надо. Разболтайте себе сустав, потом у вас будет болеть локтями. Дальше у нас будут плечи. Давай встанем. То есть, разминаем плечи. Стандартно мы сделали разминку. То есть, мы сделали подъем рук, сделали подъемочные стороны. Я делаю совмещенные упражнения. То есть, я вожу наверх и вожу через сторону. И наверх. И это все должно быть с таким как бы импульсом. То есть, мы не плавно это ведем, а то есть, мы вводим наверх и вводим через сторону. Мы постараемся, чтобы у нас корпус весь был закрыт. То есть, вот так не надо делать. Мы закрываем корпус и делаем с таким подмахом сюда и сюда. То есть, вы делаете так несколько раз, у вас уже плечи чувствуются, как они начинают наливаться кровью. И мы их прорабатываем. Дальше что мы делаем? Мы немножко подрастягиваем, чтобы увеличить диапазон движения плечей, чтобы мы могли сделать более ровную стоимость. То есть, находим что угодно на уровне, примерно, ваших поясов. То есть, в нашем случае, это шведка. Вы можете найти себе дома кровать, стол, диван. Можете в стену банального колеса. То есть, найти что угодно. Делаем упор, примерно, наше ноги плечи. Расставляем ноги чуть шире. Мы их подсгибаем, потому что прямыми ноги держать не обязательно. Если у вас не хватает растяжки, у вас начнут просто тянуться мышечный ног, а на плеч нагрузка не пойдет. Поэтому мы их подсгибаем немножко. Отходим назад и проваливаемся вниз. Руки держим прямыми, ноги подсгибаем. И всю нагрузку как бы стараемся вот по этому вектору туда направить вниз. Вниз по тупу. И проваливаемся. Опять же, сильно не берем сердцу. Мы просто прорабатываем, делая начальную разминку. Потому что, если вы сильно растянете, то у вас плечи просто не смогут опять сокращаться. И вы не сможете держать стойку. Вот этого всего хватит, чтобы размять вверх спины. Очень много, скажем так, очень распространенные заблуждения, что для стойки вам не нужны ноги совсем. То есть, ноги нужны очень сильно. То есть, в основном проблема новичков в том, что они не могут контролировать ноги. Поэтому, что мы делаем с ногами? Мы хорошенько разминаем ноги, прорабатываем их, чтобы они налились кровью, чтобы у нас мышцы функционировали, чтобы мы могли их там прячь и чувствовать. Ну, что мы сейчас делаем? Мы делаем банальные перекаты. То есть, опять же, перекаты не слишком банальны, потому что очень распространенная ошибка. Люди делают вот такую вещь. То есть, они просто садятся на носок и весь вес переносят, как бы, вот на ногу. И они просто сидят, как бы, на ноге. А что мы делаем? Мы должны проработать мышцы, внутренние мышцы бедра, поэтому мы отводим ногу назад, здесь формируем угол в 90 градусов. Развернись вот так. Вот так, да-да-да-да-да. Присаживаемся, бас. Да, то есть, это стяжкая проблемка вообще. И у нас вся нагрузка падает вот сюда на ногу и сюда на ногу. И потом мы прям плавно-плавно-плавно делаем перекат, не поднимая задницу наверх. И на вторую ногу. То есть, вот таких движений нам не надо. Нам надо плавно переместиться, мы держим спину ровно. И делаем перекат. Это больные ребятки. Опять же, вот, когда растяжки, держи вот так вниз и прям через низ перекат. Не-не-не-не, не поднимай наверх, прям через низ перекат. Да-да-да, растяжки не хватает. Вот, то есть, мы прорабатываем мышцы, опять же, для стойки желательно растяжка. Чем больше растяжки, тем проще мы будем ее держать. Потом мы делаем вот такую вещь. Разворачиваем. Надо, чтобы у тебя мои ноги под 90 градусов, да, раздвигай в стороны. Садись жопой вниз, прям опускай. И спину держи ровно. И потом разводим руками вот так ноги в стороны. То есть, мы прорабатываем, опять же, внутреннюю поверхность бедра. Все это поделали. Потом мы делаем легкую растяжку. Вот так, вот так вот. Я делаю, опять же, пытаемся сдержать спину ровно. Я делаю это немножко в динамике. То есть, мы делаем вот так вот, грубо говоря. То есть, мы делаем шаг на кон, шаг на кон. Опять же, все плавно, без резких рывков. Плавнее, плавнее, дергайся. Вот, аккуратно. Ребят, смотрите, очень важный момент, что стоять на руках и делать стойку на руках – это разные вещи. То есть, встать на руках можно, ну, как угодно. Можно встать ужасным бананом с прогибом. Будете, в принципе, стоять, если у вас хватит сил и вообще без проблем. То есть, изначально встать на руки – это не такая большая задача, особенно если у вас есть какая-то физическая подготовка. Поэтому давайте сейчас покажем, как выглядит линия стойки, как она должна выглядеть. И делать мы это будем на полу. То есть, сначала мы на полу сформируем эту линию, а потом попытаемся ее воспроизвести уже в вертикальном положении. Мы ложимся на пол. Давай тебя куда-нибудь, блядь. Давай вот так. Вот он. То есть, мы ложимся на пол. Чуть-чуть вот сюда сдвинься, чтобы там было один лидер. Вот. Мы легли, подтянули ноги к себе. У нас спина должна лежать на полу. То есть, мы вот так руку пытаемся просунуть, она у нас не просовывается. То есть, вот так она у нас должна быть на протяжении всего как действия. Именно так она должна у нас быть в стойке. И мы теперь вытягиваем ноги вперед и держим спину. То есть, чтобы вот здесь не было... Чтобы рука здесь не пролазила. То есть, мы держим здесь ровно. А теперь мы поднимаем руки наверх и вытягиваемся. И точно так же мы оставляем здесь. Прижимай, прижимай. Вот, да-да-да-да-да. Вот так вот у нас должна быть в стойке. То есть, вот так мы и делаем. То есть, вот так вот выкидываем ноги, у вас здесь налазит рука. То есть, вот это вот плохая стойка. Мы должны всегда закрывать поясницу. И вытягиваемся. Как вам нужно смотреть на пол? Смотрите. Как вы делаете отжимания, вы держите руки вот так. То есть, здесь у вас образуется 90-градусный угол. Это угол на отжимания, это не на стойку. То есть, не надо пытаться держать этот угол и пытаться сделать вот такую стойку. Это неправильно. То есть, при исполнении стойки, правильной стойки на руках, вы должны компенсировать этот угол до 0 градусов. То есть, здесь должен быть развернутый угол 180 градусов. У вас не должно быть здесь никакого угла. У вас должна быть рука продолжением туловища. И для этого вам надо спрятать голову в себя и смотреть вот так наверх. То есть, вот такого быть не должно. Плечи должны быть на уровне ушей. То есть, мы подтягиваем их наверх и смотрим на пол как бы краешком глаза. То есть, мы смотрим вот так наверх, как бы из-под логи, и смотрим на пол. То есть мы не должны вот так прямо на него впритык смотреть. Мы должны смотреть на него вот так. То есть прямо из-под турбия краешком глаза мы должны видеть пол. Давайте теперь попробуем это все в действии. Будем мучить Артура. Так, давай сделаем стойку для начала. То есть я тебя буду просто придерживать. Давай покажу, мне полосы. Давай сначала, Артур покажет, что у него со стойкой сейчас. Я давно не... Аккуратно не задень ничего. У меня постоянно проблема, я падаю назад. То есть смотрите, он просто пытается встать и как бы сжаться все полностью. Вот так. И его начинает валить. То есть он не пытается поймать баланс, он пытается просто сжаться. То есть это не горизонт, это стойка. То есть стойка вам нужно ловить баланс. Вы не можете держать ее чисто силой. Поэтому что мы сейчас сделаем? Я буду пытаться путинуть обход на верх, чтобы он вставил плечи и держал стойку. За счет правильной техники, за счет баланса, а не просто пытаться делать где-то силой. Давай делаем все то же самое. Не тянись. Прячь как бы голову и смотри с подлобья. И вот уже у нас более-менее ровностойка. И теперь держи ноги, контролируй ноги. Вот, у нас уже есть стойка. У него чуть-чуть отклещается. Так, смотрите, видишь, как мы падаем. Вот как сейчас упал Артура, такой вот аппаратомный взрыв, он с ногами вбился в пол. Он как-то проломил дырку, там и типа вот штукат только поспустил с ногу. Так делать не надо. Мы заходим плавно наверх, но плавно сходим вниз. То есть мы делаем это с одной ноги, мы не делаем это с двух ног. Потому что с двух ног новичкам сложнее заходить. И даже профессионал заходит с одной ноги, потому что так проще. Мы делаем одной ногой замах. И так же сходи обратно аккуратно. Одну ногу выводить вперед. Вот, вот. Вот так вот нам надо сходить, приблизительно. Как мы видим, Денис не может убрать свой зад. Это его главная проблема. Плечи вставлены. То есть, в принципе, стойка должна выглядеть приблизительно так. Так у меня могут быть какие-то недочеты за счет того, что у меня огромная задница и есть небольшой гиперлордоз. Поэтому мне очень сложно вставлять поясницу ровно и втягивать задницу, чтобы это все было на одной линии. Учим нормально изначально. То есть, если вы учите широко, как бы все бросайте нафиг, ставьте руки. Уже на ширине своих плеч. То есть, вот у вас плечи вы поставили. И точно так же мы делаем пальцы, растопыриваем кончиками пальцев, упираемся в пол. То есть, вот такие движения какие-то, такие вот движения, так не надо держать. То есть, мы контролируем баланс пальцами. То есть, мы держим вот так пальцами, как в пол. Мы упиваемся в землю и держим. Вот, смотрите, у Артура, у него уже, в принципе, более-менее ровная стойка. То есть, он втянул живот, он ее держит, она у него ровная. Здесь ничего не торчит, но здесь вот все на одной линии. Теперь ему осталось просто ловить баланс, как бы, и настаивать на время, вытягивать плечи. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Смотрите, на две ноги. Мы со мной надеемся будем, и мы добавляем. Смотрите, что мы еще делаем. Мы как бы пытаемся носочками тянуться к небу. Как мы учим обычно? То есть, когда говорят, что у стены учить плохо, вы как бы сразу бейте в рыбу, говорите, что у стены учить хорошо. Потому что, если у вас не хватает сил, и вы начинаете падать, вперед падать от шеду горло. То есть, вперед вообще за путь пропадения. Вот эти все кувырки, которые у вас случатся, каким-то гимнастическим, на твердой поверхности вам будет очень больно падать висимочно. Шею, упасть головой, потому что у вас недостаточно сил, недостаточно мышц, чтобы себя просто аккуратно, плавно туда опустить. Когда мы учим у стены, изначально, чтобы настоять силу, мы учим спиной к стене. То есть, ну, все знают, как выглядит, стойка спиной к стене. То есть, мы встали, мы стоим. То есть, мы стоим с нойкой. То есть, мы ее просто настаиваем. Но, таким образом, у вас может ломаться техника. То есть, вы можете прижать жог, вы можете ее выгнуться, вы можете еще что-то. Чтобы выучить хорошую технику, чтобы поставить технику, мы разворачиваемся лицом к стене и становимся лицом к стене. Сейчас мы покажем, как это делается. Например, и Артура. Артур, не торопись, не торопись, не торопись. Вытягиваемся. А теперь ты касаешься чисто носочками, а здесь ты должен от стены отлупиться. Вот так это должно выглядеть. Вот так у нас ставится техника. Вы видите, сразу у него встало все. У него все ровно. Он стоит в ровной стойке. Руки поставил немного шире, но ничего страшного. Стойка ровная. Теперь аккуратно, не падай. И он вытягивается, как бы, наверх. У него все ровно. За счет того, что у него здесь стена. Ему... Ему... Ему некуда падать. То есть, у него здесь стена. Ему некуда искривлять себя. И да, здесь прямые, как бы. Вот здесь прямые. Давай. Води, вводи, вводи, вводи. Ну что, друзья, вот закончилась тренировка у нас. Я надеюсь, вам было все понятно, как Денис объяснил. Денис сказал, что у меня проблема в тазе. Типа я тазом не могу регулировать. Надо определенное упражнение поделать. То есть, и тогда я смогу делать прямую стойку. Она довольно прямая, там, площадь. У него офигенно прям прямая стойка. То есть, ему немножко подработать, так пару лет чисто поработать именно над тазом. На нейромышечной связи, чтобы вот это вот все контролировать. И она у него прям нормально выйдет, он ее будет супер ровно держать. То есть, у меня проблема такая, получается, когда я встаю, у меня такое чувство, как будто, ну, блин, как будто ноги отказывают вообще. Вот, поясница тоже. С непривычки нет контроля за мышцами, поэтому очень важно, как бы, регулярно настаивать это все, чтобы появлялась нейромышечная связь, чтобы вы могли своим мозгом контролировать мышцы, которые, помимо того, что они у вас здесь приближены, то есть у вас там еще где-то ноги есть, то их надо тоже контролировать с помощью своей головы. То есть, помните о ногах, работать ими, и точно так же мышцы стабилизаторы подключаются в работу, и вы их все, как бы, активизируете именно через свою голову. Но, естественно, если у вас определенная база, и там подкачано там ноги плеча, то вы можете гораздо легче делать. С базой намного проще это все. То есть, вот у Артура есть хорошая база, он делает уже все достаточно ровно, у него вот эти все мышцы пресса, они у него втягивают поясницу, то есть он может сразу ровно это все делать. Единственное, что ему просто поработать именно над временем настаивания. А базу вы можете улучшить, перейдя на сайт archimores.com и купив программу, и тогда вы будете уже подготовлены атлетом, и тогда сможете делать хорошую стойку. Только чуть-чуть надо будет потренировать ее, и будет идеально. А так, большое спасибо за внимание, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм Дениса. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok